С покорённых однажды небесных вершин, по ступеням обугленным на землю сходим, под прицельные залпы наветов и лжи. Мы уходим, 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 уходим. Нижний Баскунчак, 9 декабря. День Героев Отечества. Школьный двор ещё пуст. Ученики на уроках. На 12 часов назначен митинг по поводу открытия мемориальной доски воину-интернационалисту, погибшему в 1982 году во время боевых действий в Афганистане, сержанту Николаю Гнездилову, выпускнику Нижнебаскунчакской школы. Первыми подходят к назначенному времени афганцы, жители посёлка, прошедшие горнила афганской войны. На Нижнем их почти 20 человек. Вместе они образуют первичную ячейку районной общественной организации «Воинское братство», организатором и председателем которой бессменно 8 лет является Азаман Сакауов. Создана была организация в связи с тем, что война, длившаяся в два раза больше, чем Великое Отечественное, 10 лет, в которой приняли участие более 620 тысяч советских солдат и офицеров, из которых более 53 тысяч было ранено, контужено, травмировано. 13 тысяч 836 человек погибло, 11 тысяч стали инвалидами, около 500 оказались в плену и только 130 из них смогли вернуться на родину. Эта война стала почему-то предаваться забвению. Как доказательство тому, памятные доски героически погибшим в Афгане землякам, памятники по России и конкретно в нашем районе, устанавливаются по инициативе афганцев и в основном на собранные ими деньги. Одни из первых к школе подошли и одноклассники Николая Гнездилова. Здесь все как прежде, и башня, и стадион, и все, где они бегали с ребятами, играли. Вот только среди нас нет Коли, он погиб. Он в наших глазах герой, такой наш товарищ, одноклассник. Был скромный советский парень, как и все мы. Вместе ездили в колхоз, работали. Ну, Коля был как все, он ничем не отличался, был веселый, задорный. Мы выросли вместе, практически всю его жизнь короткую мы прошли рядом. Он сделал все, чтобы пойти в десантные войска. Он прыгал с парашюта. Мало кто знает, он еще маленьким совершил подвиг очередной. Товарищ начал тонуть, он не растерялся, вызвал старших, Демич Евгений Петрович. Он спас, уже в то время спас человека от смерти. Это ему было, наверное, уже первый, второй класс. Пришел и Федор Аминов. Он не только одноклассник, но и служил в Афгане вместе с Гнездиловым в одном полку. Но сразу сказал, что вспоминать о том времени ничего не будет. Чревато для его здоровья. Да и остальные афганцы не рвались к микрофону, телекамеры. Другое дело, морские даркула. В десантной группе, как парень с железными нервами, был замыкающим. Первым прыгал с вертушки и сходу бил с пулемета по огневым точкам наджахедов. Не давал им прицельно стрелять по группе десантников, занимавших позиции для обороны атаки. Телемотчиком был. Наш взводов телемотчик не был. Ну, тогда было 18 лет, мы не знаем, что такое война. Город в Залабаде. У нас много было таких. Ну, с этого. Тогда был союз, иностранцы. Ну, с казаками, узбеками, русских. Мы так, ну, служили, дружили, дружно. Вернулся в 86-м году домой, живой. В боевых действиях принимали участие? В боевых действиях принимал для нас. Ну, я был в Газневад, в Асадоваде был, в Кандагаре был. Нас раскидает, когда нам дают туда задания командира рота уже. И нас бросали с вертушкой. С вертушкой полетишь, потом метров два-три с вертушкой прыгаешь. И на взвод. По четыре взвода. Я на четвертом взводе служил. Телемотный. Короче, мы замокающие были. Короче, пока. Помнишь однополчан? Однополчанам помню, да, по телефону сейчас живут. Сейчас в Казахстане они сейчас живут. Звонимся, когда праздник, друг друга поздравляем. Ни в одном селе района, поселка, нет столько афганцев, как на Нижнем Басканчаке. И практически все они пожелали служить, попасть в десантные войска, как Николай Гнездилов, уже после его гибели. Почти все были ребята на его похоронах в июне 1982 года. Взвод автоматчиков сопровождал цирковый гроб с телом героя. На кладбище хоронили Колю всем поселком. И сейчас, спустя 40 лет, на открытии мемориальной доски на стене школы, в которой он учился 10 лет, тоже пришло много жителей. Первым на митинге выступил глава администрации поселка. Наш земляк служил в воздушно-десантных войсках. Выполнял боевые задачи на территории Афганистана. И при выполнении боевого задания не вернулся с полей сражения. Дети должны знать своих героев. Дети должны чтить своих героев. Отдельно хотел бы поблагодарить наше боевое братство, которое с инициативой подошли к сегодняшнему событию, которое проводят вне классные часы с детьми. Большое вам за это огромное спасибо, что вы не забываете земляков. Хотел бы, конечно же, выразить слова благодарности маме за то, что вырастила такого настоящего героя. Афганистан Гнездилов попал не случайно. За его плечами уже были два года срочной службы в десантных войсках в Латвии. В звании ефрейтора он был командиром БМП, боевой машины пехоты. Все у Николая Александровича получалось на отлично. Ему нравилась служба в армии, дисциплина, порядок и любил прыгать с парашютом. Об этом не раз рассказывал в письмах маме, отцу, сестре, брату. В Прибалтике стояли морозы, когда в 1981-м его рота прилетела на могучих илах Ташкент, где стояла жара. После спецподготовки Гнездилову присвоили звание сержанта. Назначили командиром группы десантников. 389 дней и ночей провел Николай в афганских походах. Много за это время было боев с маджахидами и потерь среди своих боевых товарищей. И тогда, 1 июня, он получил задание от командира по рации оказать помощь группе, сопровождающей колонну в горах, попавшую в засаду душмана. Бой был жестоким. Маджахиды применяли новейшее оружие, поставляемое им американцами. Ракетные комплексы, минометы, крупнокалиберные пулеметы. Колонна грузовиков была почти вся разбита. Десантная группа сержанта Гнездилова организовала отход попавших за подню солдат. А прикрывавший их пулеметчик был ранен. Не смог самостоятельно уйти под прикрытие БМВ. И тогда Гнездилов бросился к нему на помощь, прикрыл своим телом и попал под кинжальный пулеметный огонь душманов. Прибывшие на помощь вертушки быстро завершили неравный бой. Забрали тела погибших советских воинов на базу. А митинг продолжался своим чередом. День памяти будет. То, что все-таки долго-долго шли, но мы сделали это. Теперь будет память о нашем однополчанине Николае Гнездилове. И хотелось бы самое главное, чтобы вы, молодежь, помнили то, что старшее поколение любило, любит и будет любить Родину. И чтобы вы также ее любили и защищали. Минжан Утигенов тоже сказал несколько слов. Сегодня в Кривозе памятника это для вас, как у вас, гордость. Вы должны защитить этот день, защитить своих родителей, уважать старших. Ну, вам всем желаю здоровья, всего самого хорошего. С нашей Астраханской области в афганской войне приняли участие около 2000 солдат и офицеров. Из них 180 стали инвалидами, 37 погибли. Среди них первыми в Ахтубинском районе Федор Зверев из поселка Капустин-Яр, затем Николай Гнездилов из поселка Нижний Баскунчак и ахтубинцы Олег Катунин, Владимир Цибульский. В молодежном парке на мраморных плитах увековечены их имена. Теперь и на родине в поселке Нижний Баскунчак на стене школы, где учился Николай Гнездилов, открыта памятная доска с его именем. Они отдали свою жизнь за жизнь другого населения, за жизнь других людей, которые в то время нуждались в помощи всего мира. И наш, мой племянник Николай, который и прожил-то на свете всего ничего, и девушку-то любимую не мог, не целовал, не обнимал, не ласкал, а пошел защищать чужой народ, где и сложил свою голову. Слава ему! Вечная память! Спасибо вам за то, что вы помните, не забываете таких людей. Спасибо вам! Митинг завершился. Школьный двор опустил. Последний его покинула мама Николая Гнездилова, Вера Ивановна, с сестрой мужа Полиной Пантелеиной. Тяжело. Хоть столько лет прошло, а тяжело. Ушла в историю и афганская война, и другая, чеченская, более жестокая. К сожалению, и сейчас кровь льется в далекой Сирии. Родина посылала и посылает солдат, офицеров на защиту своих рубежей. Приказы не обсуждаются. Нам вернуться сюда больше не суждено. Столько нас полегло в этом долгом походе, и дела недоделаны полностью. Но уходим, 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 уходим. Прощайте горы, вам видней, что мы имели, что отдали. Надежды наши и печали, как уживутся в свет людей. Биографии наши полдюжины строк. Социологи втиснут, сейчас они в моде. Только разве под властью науки восток? Мы уходим с востока, уходим, уходим. Прощайте горы, вам видней, кем были мы в краю далеком. Пускай не судит однобока нас в кабинетной грамоте. Прощайте горы, вам видней, какую цену здесь платили. Врага какого не добили, как их оставили друзей. Мы уходим с востока. Мы уходим с востока. Уходим, уходим, уходим.